Меня зовут Сергей Барсуков, я являюсь разработчиком лаборатории Касперский, и сегодня вместе с моим коллегом Сорокином Игорем, руководителем группы системных исследований, мы хотим рассказать про один из подходов к созданию безопасной системы реального времени на базе Касперский ОС. Вначале хотел бы поговорить немного про мотивацию к используемому подходу. В настоящее время широко идет внедрение IT-технологий, и в принципе такой тренд принято называть как индустрия 4.0, и под ним я понимаю то, что автоматизация бизнеса производственных процессов идет за счет внедрения умных устройств. Рост количества умных устройств приводит к росту количества сетевых соединений, и в какой-то момент конечный пользователь, у него появляется необходимость в взаимодействии с такими умными устройствами через сети общего доступа. Часто такие устройства требуют выполнения в условиях реального времени и могут не обладать достаточной безопасностью для того, чтобы взаимодействовать через сети общего доступа. Поэтому такие устройства часто рекомендуют изолировать во внутренних сетях. И примером такого устройства может быть реле для умного дома с Ethernet-разъемом. И если подсоединить такой разъем к сетям общего доступа, это может стать потенциальной проблемой безопасности, так как на таком устройстве в случае удачной эксплуатации его можно использовать как прокси, как ботнет, можно устраивать инфраструктурные катастрофы по типу пожаров или отключение питания в критичной инфраструктуре. И в докладе мы рассматриваем подход, который позволяет обойти подобные проблемы. Если смотреть в целом на систему реального времени, то они могут состоять из множества компонентов. Какое-то из подмножества этих компонентов может взаимодействовать с сетями общего доступа. Если мы посмотрим на один компонент, какой-нибудь типовой, он может состоять из элемента основного, который руководит каким-то актуатором, складывает куда-то данные и, например, взаимодействует с сетями общего доступа, с каким-то удаленным сервером, обменивается данными с облаком. Такие системы могут представлять как компактные устройства по типу умных часов, так это могут быть и большие системы, которые в составе своем имеют какое-то количество ПЛК, которые тоже имеют доступ к общим сетям. На слайде представлены некоторые направления, мы не будем сейчас их обсуждать. И давайте посмотрим на общую архитектуру предлагаемого подхода на примере ПЛК. Внутри ПЛК есть две сущности, это решение на базе ОСРВ и решение на базе Касперский ОС. За функциональность реального времени отвечает ОСРВ решение, оно может управлять исполнительными устройствами, на него можно взаимодействовать через выделенный элемент управления. За взаимодействие с внешней сетью и недоверенными интерфейсами отвечает Касперский ОС. И тут важно сказать, что вот это взаимодействие с внешними сетями и недоверенными интерфейсами происходит не в режиме реального времени, так как Касперский ОС не является ОСРВ, операционной системой реального времени. И мы предлагаем рассматривать оба данных решения, Касперский ОС решение и ОСРВ решение, внутри единой системы на кристалле. Само использование одной единой системы на кристалле для развертывания нескольких операционных систем не ново. На слайде представлены некоторые соки, на которых подразумевается разворот нескольких операционных систем. Вендоры, производители данных соков утверждают, что у них есть вычислительные кластеры, которые лучше подходят для условий реального времени Это перечислено для примера Мы в своем подходе ввели следующее ограничение У нас должно быть два вычислительных кластера, каждый с изолированной периферией памятью Это нужно для того, чтобы вычислительный кластер не влиял на работу соседней операционной системы И между вычислительными кластерами должен быть интерконект, некое межпроцессорное взаимодействие Канал Отечественная система на кристалле такого типа существует И производителем ее является NISERAN Также у NISERAN есть операционная система реального времени, которая работает с этой системой на кристалле Эта операционная система называется VSRV-багет Давайте посмотрим на структурную схему данной системы на кристалле Она состоит из двух ядер Ядра похожи на архитектуру MIPS Все совпадения случайны У ядра изолированной периферии, изолированная память у каждого У одного из ядер расширенной периферии, в нашем случае это зеленое ядро на слайде Там же OSRV и это мы решили использовать для исполнительных устройств, для общения с ними Также на втором ядре есть выделенный интерфейс для сетевого взаимодействия, это Ethernet И между ядрами есть интерфейс Rapid.io для межпроцессорного взаимодействия Забыл здесь сказать, что такое решение позволяет создать безопасную систему И за функциональность будет отвечать одно ядро, изолированное, за функциональность я имею в виду реального времени А за взаимодействие с сетями внешними будет отвечать Касперский OS Это позволит обмениваться данными, управлять устройством, обновлять OSRV В рамках работ мы портировали Касперский OS на данную систему на кристалле Изначально мы не поддерживали ее В рамках работ мы работали с ядром, некоторыми библиотеками, в частности Lipsy И драйверами Ethernet Rapid.io, Ethernet для сети О взаимодействия и Rapid.io для межпроцессорного взаимодействия И в данный момент мы расширяем поддержку MIPS в Касперский OS, так как она менее поддержана, чем ARM и x86 в настоящий момент И здесь же я хотел бы выделить хорошую поставку от Missyran Нам предоставили железку, нам предоставили помощь разработчиков, эмулятор с поддержкой работы кэшей И это сильно помогло при разработке Далее доклад будет рассказывать Сорокин Игорь, там будет про программную часть подхода Да, Сергей, спасибо Меня зовут Сорокин Игорь, я продолжу Только просьба минут 10 Хорошо И давайте поговорим про то, каким образом вообще можно обеспечить безопасное взаимодействие с внешней средой Сначала я хотел очень быстро пробежаться по особенностям Касперский OS И рассказать, почему она наиболее, так сказать, хорошо подходит для создания таких безопасных решений Прежде всего стоит отметить, что это микроядерная операционная система Стоит отметить, что у нас существует априори в операционной системе Существует изоляция приложений, их частей в отдельных доменах безопасности И вот эти домены безопасности обеспечиваются за счет того, что любой процесс, запущенный в этой операционной системе Для общения как с ядром, для получения каких-либо ресурсов, так и межпроцессные взаимодействия Обеспечивается по специально подготовленным, выделенным IPC-каналам Эти IPC-каналы находятся под управлением Касперский Security System, или мы его называем еще монитор безопасности И в этом мониторе безопасности для конкретного бизнес-решения разрабатывается политика безопасности И точно известно, это верифицировано, что эта политика безопасности будет работать именно так, как она написана Давайте теперь посмотрим, как мы можем сделать безопасное решение на базе Касперский УС Чтобы, с одной стороны, оно позволяло общаться с сетями общего назначения А с другой стороны, безопасно передавало эти данные уже в систему реального времени Итак, с одной стороны, у нас есть веб-сервер на борту Касперский УС, который, собственно говоря, предоставляет нам пользовательский интерфейс Есть веб-браузер, через который пользователь общается с нашим устройством, отправляет туда команды, получает какие-то статусы Ну и понятно, что это взаимодействие с пользователем мы можем проводить только после того, как у нас мы с ним проявили какую-то аутентификацию Поэтому появляется подсистема аутентификации, аутсервис Ну и после того, как подсистема аутентификации у нас отрабатывает, нам нужна какая-то подсистема Мы ее назвали Device Control, который, собственно говоря, уже через Rapid.io получает команды от веб-браузера Интерпретирует их, понимает, что это за команда Через и уже понятный протокол отправляет их в операционную систему реального времени Получая взаимодействие уже с тем решением, которое развернуто на базе ОСРВ Давайте теперь посмотрим, как может быть сделана политика безопасности, например, подсистема аутентификации Итак, у нас есть каналы, веб-сервер, аутсервис, веб-сервер, девайс-контрол И когда у нас система только запускается, у нас взаимодействие, монитор безопасности запрещает взаимодействие по IPC-каналам Между веб-сервером и девайс-контролом, потому что у нас система не аутентифицирована После того, как у нас загрузка прошла, проходит авторизация этой системы Сервис аутентификации получает данные Понимает, что действительно к нему пришел тот пользователь, который имеет право к нему приходить И после чего он через специальный интерфейс, интерфейс безопасности, дает сигнал к АСС о том, что соединение между веб-сервером и девайс-контролом можно открыть После этого команды от веб-сервера могут поступать в девайс-контрол Когда сессия завершается, когда эта работа завершается, аутсервис опять понимает, что работа завершилась, поэтому нам необходимо канал между веб-сервером и девайс-контролом закрыть Это очень простая политика, это существует просто такая стейт-машина Она реализуется достаточно легко, просто, но работает очень эффективно Давайте теперь посмотрим чуть дальше, как мы можем передавать критическую информацию от нашего клиента к нашей системе Критическая информация, ну понятно, что, во-первых, общение между веб-сервером, который находится на борту Касперский ОС и веб-браузером Если идет по сетям общего назначения, значит нам нужен протокол HTTPS И тут возникает такая первая проблема Веб-сервер, с нашей точки зрения, штука недоверенная Она большая, сложная, много федпатий, много кода Проверить, как она работает и не подвергнется ли она атаке, мы не можем Поэтому у нас в системе предусмотрен специальный компонент, который называется TLS-терминатор И именно этот компонент отвечает за установку HTTPS соединения По существу TLS-терминатор является прокси между веб-сервером и HTTP протоколом Который потом в дальнейшем уже отправляется на веб-сервер С сертификатами работает именно TLS-терминатор У веб-сервера доступа к сертификатам нет Это первая часть Вторая часть заключается в том, что все-таки веб-сервер у нас недоверенный Но потенциальная связь у него с внешним миром Даже при установленном HTTPS соединении у него есть И вот возникает, например, такая задача Как нам безопасно передать информацию о аутентификации Например, логин и пароль Или команды, которые идут в дальнейшем От клиента к сервису аутентификации Через наш недоверенный веб-сервер И здесь нам на помощь приходит известная достаточно схема Дефи Хелмана Я не буду подробно тут останавливаться на математике Она очень легко гуглится Но суть ее заключается в том, что на основе формул, которые приведены здесь на экране И аутсервис, и веб-браузер с помощью JavaScript Должны выработать одинаковые криптографические ключка И потом уже на этом ключе производить шифрование и дешифрование информации Которая им необходима для работы Давайте посмотрим, как это может происходить уже в нашей схеме Итак, когда начинается сессия У нас приходит запрос на веб-сервер Веб-сервер передает запрос на то, что вот сейчас идет Начинается сессия работы пользователем Аутсервису Аутсервис в ответ генерит значение GPA Передает их серверу Сервер добавляет их в свою страничку аутентификации И передает ее пользователю Пользователь, соответственно, вводит логин-пароль Запускает JavaScript на стороне веб-браузера На этом JavaScript генерится ключ криптографический На нем зашифровывается информация аутентификации И она передается дальше точно так же по цепочке в аутсервис Дополнительно информация аутентификации в веб-браузер Также передает открытые значения B Большое, которое также должно поступить в аутсервис Когда весь этот пакет поступает в аутсервис Аутсервис, как на предыдущем слайде было показано На основании всех этих значений Вычисляет такой же точный криптографический ключ Дешифрует информацию и уже понимает, что у него произошло Если опять же вернуться к предыдущей схеме Я опять в силу ограниченности времени не буду на этом останавливаться Все можно очень легко найти в открытых источниках Через веб-сервер суть заключается в том, что через веб-сервер идет зашифрованная информация Даже если веб-сервер, предположим, что он взломан, подвергся какой-то атаке Сохранит этот зашифрованный пакет И потом передаст его, например, какой-то другой, третьей стороне Некоторым образом, то этот пакет останется зашифрованным Расшифровать его, ну там, при известной длине ключа будет невозможно Так, теперь давайте быстренько посмотрим на общую архитектуру решения Она выглядит вот так И давайте посмотрим на ее отдельные части Прежде всего, следует отметить, что между веб-сервером и файловой системой Существуют совершенно отдельные VFS, FS, EXT Это подсистема VFS Суть ее такая же, как в Linux То есть это отдельный процесс, который обеспечивает доступ к другому процессу К блочным устройствам и возможности работы с файловой системой Так вот, для веб-сервера это совершенно отдельный раздел И веб-сервер пользуется только этим разделом К другим разделам он доступа не имеет Это означает, что даже если он взломан Получить доступ к разделу VFS, FS, где находятся базы данных Сертификаты, логи, конфигурационные данные он не может Значит, дальше, TLS-терминатор Для TLS-терминатора также сделана отдельно совершенно Сетевая подсистема VFS, Net, EXT Которая отличается от сетевой подсистемы VFS, Net Которой доступ имеет только девайс контрол Там дальше я покажу То есть сетевые системы внешние и внутренние разделены между собой И разделены на уровне процессов И контролируются операционной системой Ну, видно, что TLS-терминатору, конечно же, нужна файловая система Для работы с сертификатами Но вот интерфейс к нему есть Дальше, у нас есть аутсервис и девайс контрол Которым также нужен доступ к файловой системе Которая отделена от файловой системы Которая находится у веб-сервера с одной стороны И только девайс контрол имеет доступ к сетевой подсистеме И может с сетевыми пакетами общаться со вторым ядром Может общаться с подсистемой SRV Ну и, так сказать, кратенько пробегусь Вот по еще одному паттерну, который мы здесь применяем Это локридер и локрайтер Это достаточно известный паттерн безопасного логирования Заключается он в том, что у нас локридер и локрайтер Имеют соответствующие интерфейсы А значит, модификация, например, со стороны веб-сервера Журнала логов невозможна Так как у него есть только интерфейс чтения Этот интерфейс чтения, он физически отделен на уровне процесса Изменить логи он не может Он их может только читать Записывать логи у нас могут только соответствующие компоненты Которые, собственно говоря, имеют IPC-канал к этому интерфейсу Ну, наверное, на этом все Хотел поблагодарить, во-первых, не Сиран Надеюсь, они слушали наш доклад Хотел сказать, что вот синдергия такой работы И взаимодействия двух операционных систем Позволяет достичь совершенно нового качества продуктов И, коллеги, если у вас есть подобные задачи Операционной системы, так сказать, приходите Мы будем рады сотрудничать Готовы ответить на вопросы Скажите, пожалуйста, а в каком месте вы защитаетесь от недоверия датчиков? То есть если датчик подтверждает, что там пожар Вот в этой акции как вы включаете от этого? А что имеется под недоверным? Что имеете в виду под недоверным датчиком? Ну, смотрите, я, наверное, понял, да Смотрите, управление логикой датчика находится в операционной системе реального времени В багете То есть насколько качественно оно написано Это уже зона действия и зона ответственности вот этих коллег Которые разработали управление этим датчиком и логику этого управления Наша задача защитить датчик, защитить вот тот функционал, который находится на борту ОСРВ багет От внешних каких-то атак, угроз и всего остального А вот этот протокол объявляет датчик и багет? Ну, датчик это физическое устройство За его логику отвечает само приложение ОСРВ По сети общается сок, у которой разделен на две части Первая часть, общение по сети Это наша зона ответственности по общим сетям И мы вот разрабатываем в связи с тем, что у нас есть экспертиза, ее безопасно А вторая часть, которая уже непосредственно общается с датчиком или актуатором Как с физическим устройством, это уже зона ответственности ОСРВ Ну, насколько качественно они его пишут? Ну, я думаю, пишут качественно Собственно, я, наверное, чуть перефазирую Следующий вопрос Смотрите, от чего вы защитаетесь, если у вас есть недоверенная, например, модуль модема? Так Вот у вас есть модем, где вы не знаете прошивку У вас операционная система, все полностью безопасно Но сам модем, вы про него ничего не знаете Модем находится где? То есть, я, коллеги, напомню Система состоит, решение состоит из двух частей Первая общается с внешним миром Вторая общается с аппаратурой реального времени Где этот модем находится? Модем, естественно, вы Он на нашей стороне, да? Смотрите, да, здесь все зависит от цели безопасности, которые мы ставим перед устройством Действительно, если, например, в этом модеме есть закладка Которая начинает работать как-то не так, как мы предполагали Ну, возьмем простой следующий случай Закладка, да? Если мы модем именно рассматриваем в качестве недоверенного компонента То здесь тогда цели безопасности для устройства должны быть сформулированы таким образом Что мы должны защитить, например, наши конфигурационные данные Наши базы данных пользователей Защитить их от изменений, модификаций, чего-то еще Наши логи должны защитить И система это делает Делает как раз именно за счет того, что Да, модем, ну, например, там на схеме не было модема Там подсистема VFS сетевая была, да? Ну, предположим, вот как-то атака прошла на нее Или мы ее некачественно написали Эта сетевая подсистема, она не имеет доступа к файловой системе То есть уже цель безопасности Если мы ее именно так формируем Мы ее уже достигаем Если же мы цель безопасности формируем так, что Нам надо прям вот защититься и на сетевом уровне от этого дела Значит, этот компонент нужно переводить в доверенные Соответствующим образом его проверять, верифицировать И говорить о том, что да, это компонент доверенный Чудес нет, все как обычно Давайте последнее Да, опять быстренько Аппарат меня, если я, может быть, не прав Или я вас не так понял Но алгоритмы Диффи Хелмана не позволяют аутентифицировать сторону Позволяют только генерировать общий ключ Ну, соответственно, как бы Если у нас в той ситуации, когда у нас посередине есть недоверенный веб-сервер То есть мы выполним этот вход, мы его полностью контролируем Мы делаем что угодно на веб-сервере Вот, во-первых, как защищается в данном случае от человека посередине Ага, я понял И второй момент в том, что даже если у меня канал полношифрованный Там не Диффи Хелмана А HTTPS, да Условношифрованный, что мешает мне на уровне веб-сервера Когда ко мне пришел клиент, я просто его пропущу Но сообщение, которое уже будет говорить, что сессия закончена Я ее не буду передавать в контрол-менеджер И просто приберегу себе И у меня останется, как бы, возможность открытого канала общения с контрол-менеджером Нет, смотрите, во-первых То есть, как бы, два вопроса в одном Я быстренько на них очень отвечу Смотрите, первый вопрос Да, вы правильно сказали Man in the middle здесь возможен на стороне веб-сервера Если посмотреть на эту схему Диффи Хелмана Я про это, ну, забыл сказать Но там, если вернуться к той презентации То вы увидите, что между out-сервисом и TLS-терминатором Есть связь, GPA И дополнительный интерфейс, по которой он передает данные GPA То есть, получается так, что когда передается страница, в которой есть JavaScript и значение GPA клиенту И как раз и должно осуществляться зашифрование вот этого дела TLS-терминатор контролирует, что данные GPA для генерации этого криптографического ключа Именно те, которые сгенерировал out-сервис Не веб-браузер, как Man in the middle, а out-сервис Если, например, веб-браузер попробует это сделать То тогда TLS-терминатор просто не откроет эту сессию То есть, страница не придет Больше не будет верить в веб-сервис Мы точно введем в кулуары, потому что у меня миллиард вопросов вообще по архитектуре вот этой штуки Начиная с того, что вообще-то на уровне установки телосоединения уже используется Дирик Хелман Для общего ключа зачем это повторять на уровне JavaScript еще? Я вам объясню, подходите Давайте это все унесем в кулуар и просто поаплодируем сейчас Хорошо